Привет! Различные спортивные соревнования, чемпионаты и игры – важные события, которым тщательно готовятся как организаторы, так и участники и даже болельщики. Тем не менее, учитывая накал эмоций, дух соперничества и человеческий фактор, нередко даже на таких мероприятиях что-то идёт не по плану. В этом выпуске вы увидите комичные и нелепые ситуации из мира спорта, которые посчастливилось запечатлеть на камеру. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Раз в два года представители разных стран, ставшие победителями в национальных отборочных этапах, принимают участие в Международном чемпионате мира по скоростной сборке кубика Рубика. Даже сотая доля секунды имеет здесь значение. Не все умеют поддерживать себя в вертикальном положении на льду. Одному из спонсоров мероприятия не смогла помочь даже красная дорожка. Маккенди Блэквуда, члена хоккейной команды Нью-Джерси Дэвилс, подвела бутылка с водой, лишив его возможности сделать хотя бы глоток. Фехтование – сложный элегантный вид спорта, где спортсмены двигаются невероятно пластично. Но и тут порой случаются неловкие моменты и ошибки. Организаторы соревнований по бегу почему-то не продумали вероятность того, что инвентарь спортсменов, которые тренируются рядом, может вмешаться и помешать определить победителя. В попытках доказать несправедливость Фолла тренер даже продемонстрировал судье свое актерское мастерство. Такие ситуации очень опасны для гонщиков. Единственное благодаря чему они могут доехать целыми и невредимыми – их навыки и команда, которая поддерживает и сопровождает его. Этот прогон больше жаждет славы, чем достижений, поэтому реализовать себя в спорте у него вряд ли получится. Большое количество фанатов на стадионе не предполагает какое-либо личное пространство, поэтому легко можно столкнуться с такой ситуацией. Итальянская спортсменка Грека Мари Роберто умеет привлечь внимание не только своими великолепными прыжками с шестом. Разочарование приходит в тот момент, когда, понимая, чтобы получить более значимую роль на таком мероприятии, придется много тренироваться и стать старше. Не пытайтесь повторить такое упражнение без должной подготовки. На чемпионате мира по велоспорту спортсмен был настолько сосредоточен на победе, что не заметил огромное препятствие в виде лужи прямо перед собой. Валан не так уж и часто оказывается в таком положении на серьезных турнирах. Очень обидно, что за такое один из игроков получает очко. На Европейских играх 2015 года в Баку в соревновании по прыжкам на батуте произошел инцидент. Атлет мог быть серьезно травмирован, если бы не молниеносной реакции одного из наблюдателей. За его стороны, безусловно, можно похвалить. Хотя, в целом, это немного похоже на сцену из мультика, когда после удара герой видит крутящиеся звездочки у себя над головой. Он забыл, что его клюшка предпочитает оставаться на льду и приложит все усилия, чтобы не покидать площадку. Этот болельщик мечтал поймать мяч, поэтому как только ему выпал такой шанс, он за него схватился, выпустив из рук всевозможные снежки. Вам тоже кажется, что тренеру пора пересмотреть стратегию и подход к игре? Несмотря на то, что девушка очень неудачно поскользнулась, она сумела грациозно, а главное – безопасно нырнуть в бассейн. Самоуверенность бегуна обернулась против него. Когда он помахал сопернику перед финишем, вселенная тут же вмешалась, и он упал. После победы борец даже выполнил один из приемов и повалил тренера на пол. Случившееся никаким образом не повлияло на их искреннюю радость. Девушка не просто гибкая, но и отлично выполняет трюки и упражнения на равновесие с мячом. Как вы думаете, это отвлекающий маневр или какой-то странный и абсолютно неуместный ритуальный танец? Похоже, боксер был недоволен своим результатом, поэтому выплеснул все негативные эмоции на тренера. Вкус пива этим спортсменкам может и не нравиться, но победу нужно было отметить именно этим напитком. В таких ситуациях можно воспользоваться релифом и опустить мячик на наиболее близкое место на поле, однако этот игрок решил всем показать, что вполне способен совершить удачный удар и на дереве. На соревнованиях по бегу на дистанции в 500 метров можно было наблюдать за неэтичным поведением одного из атлетов, который схватил соперника за футболку. Для того, чтобы заниматься барьерным бегом, недостаточно скорости. Нужно еще и уметь преодолевать препятствия. Неуловимый бейсбольный мяч спрятался в укромном месте. Очень забавно, что никто из них даже не догадывался о его местонахождении. Можно смело сказать, что этот регбист сделал практически невозможный ради победы своей команды. Болельщики, затаив дыхание, наблюдали за происходящим, но игра приостановилась на самом интересном моменте. Конечно, одними стараниями одержать победу не получится, но зрители точно были в восторге от его отчаянной попытки отбить мяч. После очередного достижения в какой-то момент все-таки очень важно остановиться и привести дыхание. Наверняка это противоречит правилам, но выглядело очень эффектно. На такой скорости подняться после падения за одно мгновение кажется чем-то абсолютно невероятным. Ему не нужно транспортное средство. Он может добраться куда угодно на одном лишь колесе. Прыжки этого трейсера настолько легкие и изящные, что кажется, будто бы он не настоящий, а герой какой-то компьютерной игры. Форвард Голден Стейт Дрейдмонд Грин Перед штрафным броском вытер пот со своего лица мячом. Любопытно, он сделал это, чтобы лучше себя чувствовать или чтобы мяч лучше скользил. Некоторые боксерские матчи довольно спокойны, на других же экспрессе зашкаливает, и сложно даже предположить, что будет происходить дальше на ринге. Джеймс Харден посетил летний лагерь, где провел баскетбольную тренировку для детей. Первый и самый важный урок – никогда не терять из виду мяч. Случись это в 18 веке, она бы точно лишилась глаза. К счастью, современные шпаги делают по особой технологии. Соревнования по волейболу на панамериканских играх в 2015 году не прошли без очень напряженных моментов. Один из игроков канадской команды совершил прием невероятно сложного мяча. Очень важно найти общий язык с тренером и действительно прислушиваться к его советам и наставлениям. Казалось бы, она готовилась к этому судьбоносному моменту всю жизнь, но так и не смогла выполнить прыжок и добиться подтверждения своего мастерства. Рефери оплошал и объявил о победе проигравшей спортсменке. Он быстро исправил ошибку, но осадок у всех должно быть остался. Такое впечатление, что гравитация или другая невидимая сила воспротивились и лишили его шанса хорошо выступить. Выступление на бревне длится 60 или 90 секунд. За это время гимнастка должна успеть выполнить программу, поэтому на шпагат, хоть это и статическое упражнение, необходимо сесть очень быстро и четко. Оператор, видимо, засмотрелся на известную теннисистку Марию Шарапову и выбрал очень сомнительный ракурс для съемки. Нервное напряжение и груз ответственности сказываются на всех. Выполняя угловой удар, девушка мудрилась попасть по флагу вместо мяча. Сложно было предсказать, кто же из них победит, но одна из спортсменок упала прямо перед финишем, что сделало момент еще драматичней. Финальный матч Лиги чемпионов между Ливерпулем и Тоттенхэмом был важным событием футболиста. Неудивительно, что девушка воспользовалась моментом и выбежала на поле посреди игры ради славы и популярности своего инстаграм-аккаунта. Хорошо, что он не оступился и сумел быстро перепрыгнуть ограждение, иначе травм было бы не избежать. Только представьте скорость, на которой это происходит. Ни один из героев голливудских блокбастеров на такое не способен. Этому болельщику повезло, что с ним рядом оказался молодой человек с рефлексами Человека-паука. Не только чирлидеры могут исполнять зажигательные задачи. Но и сами игроки иногда не прочь отвлечься от игры в перерыве. Таких эффектных подач на бейсбольных играх давно не видели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok